Мы представляем вам проект Schmytinger. Это мессенджер, который прежде всего должен был быть простым и удобным, а также обладать всеми атрибутами своих конкурентов. В итоге мы смогли реализовать продукт, в котором реализованы следующие функции. Отправка текстовых сообщений, отправка изображений, неограниченное количество пользователей в беседе, а также отслеживание состояния сообщений. Давайте познакомимся с нашей командой. Наш темлид Константин Павлов, он делал приложение на Qt. Сергей Алексеев отвечал за сетевую часть клиентского приложения. Никита Щелканов занимался синхронным сервером. Меня зовут Николай Манзеев, я занимался бизнес-логикой и взаимодействием с базой данных. Итак, используемые технологии. Мы использовали Qt и SQLite на стороне клиента. Qt, соответственно, для отрисовки графического интерфейса приложения и SQLite для кэша. Также библиотеки OpenSSL и Boost для сетевых взаимодействий между сервером и клиентом. А в качестве основной базы данных была использована MongoDB. На этом слайде вы видите основную схему нашего приложения. То есть существует несколько дестопных приложений, у каждого из которых есть свой синхронный клиент. И они общаются вместе с сервером. А сервер, в свою очередь, поддерживает отношения между бизнес-логикой и базой данных. Давайте поговорим немного о дестопном приложении. О нем вам расскажет Константин. Собственно, почему Qt? Qt кроссплатформенная и система сигналов и салатут удобна и уменьшает количество Qt пасты в коде. При проектировании использовался паттерн на VC, соответственно, вся логика происходит в моделях. Там я использую сетевую библиотеку клиента и при вызове функции передаю туда свои кулбеки, которые выполняются после того, как клиент получает ответ от сервера. И так как данные у нас летают в виде джейсонов, на своей стороне я преобразую картинки в B64 и из B64 обратно в картинку. Передаю слово Сергею. Приложение подключает сетевую часть как к библиотеку. При этом при каждом вызове методов передает кулбек. Есть два типа кулбеков. Первый тип кулбека, который срабатывает после того, как получил ответ от сервера и умирает. Второй тип кулбеков, который срабатывает каждый раз и устанавливается единоразово. Например, кулбек, который должен обрабатывать изменения в чате. Он установился каждый раз, когда с сервера приходит информация об изменении в чате, удаление сообщения, добавление сообщения, редактирование сообщения. Я вызываю эту функцию. Для написания синхронного клиента использовался Boost ASIO и OpenSSL для поддержки безопасного соединения. Также в рамках сетевой библиотеки был реализован кэш. Кэш для его написания использовался SQLite, потому что он не требует установки с UBD и кроссплатформен. Что хранится в кэше? Информация об авторизированном пользователе, чтобы он, каждый раз, входя в приложение, ему не приходилось вводить свой логин и пароль. И хранит информацию о других юзерах, чтобы постоянно не тягать информацию с сервера о том, какая аватарка у этого пользователя, какой никнейм у этого пользователя. Давайте поговорим об асинхронном сервере. Спасибо, коллеги. Внутри проекта был реализован асинхронный TCP сервер. Он был написан с применением библиотеки Boost ASIO и инструментария OpenSSL для шифрования входящих подключений. Асинхронный сервер принимает запросы от клиентов и фракцирует их в бизнес-логике посредством очереди запросов. Обработанные ответы от бизнес-логики сервер забирает из очереди ответов и доставляет их до конечного юзера. О бизнес-логике и ее очередях вам расскажет Николай. Отлично. Теперь углубимся немного в бизнес-логику. Она, как уже сказала Никита, забирает запросы из очереди. После чего она их как-то обрабатывает, взаимодействует с базой данных, формирует ответ и потом кладет в очередь ответов, из которой ее заберет в сервер и отправит нужному клиенту. Теперь поговорим немного о базе данных. Почему именно MongoDB? Все на самом деле очень просто. Как уже было сказано, общение между клиентом и сервером происходит у нас в формате JSON. Как многие из вас наверняка знают, в MongoDB вся информация хранится в формате BSON. Соответственно, форматы JSON и BSON очень похожи друг на друга и легко конвертируются, что помогает сэкономить много времени на формировании ответа. Теперь давайте посмотрим на то, как работает наше приложение. Сейчас мы изрегистрируемся и добавим друга, и создадим новый чат. Все это пока что происходит на Ubuntu, но сейчас в левой части экрана появится экран с другой машиной. Это будет Mac. Этот Mac находится в 120, кажется, километрах от нашего сервера и клиента. Итак, мы создаем группу, и сейчас она появится у обоих пользователей. Отлично, она появилась. Вы можете наблюдать две зеленые галочки. Это означает, что сообщение было доставлено и прочитано другим пользователям. Пока что у нас идет переписка, и вот в левой части вы можете видеть редактирование сообщения. Сейчас сообщение отредактируется, и появится обновленная версия его у обоих пользователей. Хорошо. Что же еще умеет наше приложение? Еще наше приложение умеет удалять сообщение и присылать картинки. В левой части экрана сейчас вы увидите пересылку картинки. Отлично, картинка переслалась. Хорошо. Теперь давайте попробуем удалить сообщение. Сейчас мы допишем еще немного и попробуем удалить. Сообщение удалилось. Хорошо. Что же произойдет дальше? Сейчас мы попробуем создать чат с пользователем, который находится оффлайн. Зачем мы это делаем? Мы хотим продемонстрировать вам то, как работает отметка состояния сообщений. Сейчас мы добавили пользователь Tris, он у нас оффлайн. Создадим с ним группу. И как вы видите, галочка только одна. Это значит, что сообщение было отправлено, но не было прочитано. Также в правой части экрана вы сейчас тоже увидите несколько сообщений, которые не сразу прочитаны, потому что второй пользователь находится в другом чате. Сейчас он зайдет в первый чат и сообщение отметится прочитанным. Отлично. На этом мы закончим. Спасибо за внимание. Отдельное спасибо хотелось бы также сказать всем менторам проекта и отдельное Юлиане Лихолай. Теперь, возможно, у вас появились вопросы. Мы с радостью ответим на них. Итак, значит, у вас дистопный мессенджер. Расскажите про то, как все-таки вы храните сообщения. То есть давайте мы представим себе, что пользователей у вас много. И я правильно понимаю, что на каждый запрос осуществляется запись сообщения в базу данных. Правильно? То есть это много мелких записей с небольшими данными. Правильно? Да. То есть не просто много, а катастрофично много. Вот мне интересно, почему вы выбрали именно для того, чтобы при таком паттерне запросов в базу данных использовать именно Mongo? То есть чем она хороша в этом плане? Ну, основной плюс я уже о нем рассказал, потому что можно легко конвертировать JSON. Это понятно. Именно в контексте вот такого большого количества мелких сообщений. В контексте большого количества мелких сообщений это на самом деле... На запись. Ну, никаких причин использовать Mongo, наверное, не было. Но так вышло, что благодаря тому, что у нас на каждое сообщение выделяется отдельный документ, у нас отправка картинок стала намного легче, потому что нам не нужно было волноваться из-за того, что картинки могут быть слишком большими. Понятно. Хорошо. Тогда еще такой вопрос. Я сегодня вам немножко именно про базу данных подзадаю вопрос. Мне интересно. Допустим, один ваш шард заполнился данными, на нем нет места. И вы решили масштабировать ваш проект, да? То есть подняли несколько нот, да? Вот каким образом вы определяете, из какой шарды взять сообщение конкретного диалога? Этот кейс у нас не продуман, потому что у нас, вообще-то говоря, даже сервер с базой данных находится на одной машине, поэтому это скорее в планах на будущее. Ну, масштабирование, добавление сервисной архитектуры и так далее. Понятно, понятно. То есть, если вдруг что... Хорошо. А вот, когда, допустим, у вас есть чат, в котором уже много сообщений, и новый пользователь к нему коннектится, да? У вас же, как вы показывали, демонстрация. Вы историю чата возвращаете этому клиенту или нет? Да, всю историю чата он может запросить. Всю историю чата, даже если она многогодовая. Да. Полностью запрашивается. Ну, она, да. Она порциями запрашивается. Порциями можно запросить. Про скролл будет запрашивать следующая порция. То есть, все-таки вы именно по вьюпорту запрашиваете, а не дай мне, пожалуйста, всю историю сразу, да? Я правильно понимаю? Да, по порциями. Не сразу все. Отлично. То есть, и у вас есть какой-то параметр, который характеризует именно вьюпорт, который вы хотите получить, да? Ну, у нас есть в чате последнее сообщение. У него есть номер. Соответственно, при проскролле я буду смотреть, является это последним сообщением или нет, и запрашивать следующую, например, порцию 20 сообщений, 15 сообщений. Вот, об этом я и говорю. Вот, вьюпорт — это величина экрана. То есть, для того, чтобы понять, сколько нужно запросить, 20 или 40, нужно знать примерно, да, вот с каким экраном сейчас мы имеем дело. Это может быть мобильное устройство, это может быть десктоп. Для десктопа один вьюпорт, для мобильного устройства другой. Вот. Если у вас заложено у вас архитектурой как раз знание о том, с каким экранчиком мы сейчас имеем дело, это называется вьюпорт. И для него, собственно, и возвращать, собственно, историю. То есть, для мобильного устройства возвращать 20 сообщений, для десктопа 40 и так далее. Вот это сейчас есть или нет? Ну, сейчас 20 для десктопа. А, просто 20 и все? То есть, это захардкорженное значение? Да. Но сейчас только для десктопа же нет. Да, только для десктопа. Поэтому, как бы, поэтому только пока для десктопа. Там в чате кейвы. Как у нас реализована очередь запросов, очередь ответов? Она самописная, и при написании ее использовались std-conditioned variable. Как-то так.